Прием-прием, здарова всем, с вами HillHertz. И сегодня я предлагаю вам посмотреть на несколько минут геймплея игры Biomutant. В общем-то достаточно интересный проект, нам наконец показали настоящий геймплей, и как по мне он выглядит реально круто. Видео будет взято с канала GameInformer, ссылка разумеется будет в описании, чтобы не было никаких проблем. Я уже немножко краем глаза посмотрел, будет много чего показано, но давайте же скорее приступать. Поехали. У нас еще субтитры будут. Здесь у нас представлен сразу получается босс-файт с боссом. Здесь у нас колесо расходников, можно сразу видеть, и различные способности, которые наш персонаж может использовать. Также слева сверху у нас есть интерфейс хп и энергии. Ну и хп босса сверху. Ну а справа снизу на крестовину получается персонаж управляется геймпадом. Мы можем выбирать либо какие-то удары, расходники опять же. Ну, хотелось бы сказать то, что босс анимирован довольно хорошо. Это, видимо, какая-то местная обезьяна. Тоже, видимо, с модификациями, с мутациями. У нас есть даже ближний бой, что круто. С каждого поверженного противника мы можем что-то залутать. Конкретно сейчас это какая-то кераса. И, что интересно, у всех предметов есть своя редкость. То есть, ну, понятное дело, белые, желтые, зеленые, легендарные и прочее, прочее. Это, видимо, как в Ведьмаке доска с заданиями, не иначе. Здесь можно выбирать новые, скажем так, задания, грубо говоря. Ну и также есть какие-то неписи, с которыми можно взаимодействовать. Даже, наверное, предположу, что от нашего выбора мы можем как-то, возможно, влиять на мир, но, скорее всего, вряд ли. Тем не менее, имеется, что имеется. Дальше, интереснее будет и больше. Здесь мы перемещаемся в другой квест, где нам нужно найти несколько святилищ и активировать их. Персонаж визуально тут другой, и вооружение тоже у него поменялось. Ну, согласитесь, графика просто великолепнейшая. Ну, как по мне. Сейчас наш герой приходит в деревню. Здесь можно взаимодействовать с местными жителями. Причем, насколько мне известно, некоторые будут с нами, скажем так, по-доброму обходиться, а некоторые прям такие, уходя отсюда, чужеземец. Просторы впечатляют. Прорисовка, в принципе, тоже впечатляет. Сейчас нам покажет новый вид транспорта. А, не, не сейчас, чуть попозже. Здесь снова, так сказать, стычка. Есть довольно забавное замедление времени в некоторых моментах. Интересно, можно ли будет его отключить в настройках или нет. Вот, это транспорт. Конкретно сейчас водный. Как бы еще субтитры есть, я их немножко не читаю, к сожалению. Но, тем не менее. Видимо, можно атаковать баржи. Да, вот рассказываю то, что есть разные племена. Так вот, еще можно взять меха. По-моему, его даже по квесту смогут дать, если вы его самостоятельно крафтить не захотите. Не, ну это тупо силовая броня из фоллаута. Не знаю, выглядит мощно. Если, опять же, крутой открытый мир, будет просто пушка. Главное, чтобы оптимизация не подкачала. Снова какой-то, видимо, элитный противник. И снова новый класс. То есть это, видимо, чистыми лишними, которые пользуются ближним оружием. Прям нехилые такие крытые. Накидывает. Это еще один класс, полагаю. Есть какие-то хранилища. Здесь рассказывают то, что можно оружие крафтить из разных частей. Здесь у нас механика вскарабкиваний. Ой, ну тупо ассасин. Причем, как в Horizon, скажем так, объекты, с которыми можно взаимодействовать, по которым можно карабкаться, желтым подсвечено. Это удобно. Есть еще и канализации, офигеть, сколько тут развилок, сколько же тут секретов будет сокрыто. Просто впечатляет. Можно все блутывать, это, наверное, скоро надоест, но тем не менее. Возможность такая имеется. Видимо, легендарный предмет, либо квестовый. Ммм, редкая редкость. Я бы сказал, немножко камера слишком близко к персонажу, но возможно, это только кажется. А эта редкость легендарная. Ну, знаете, я люблю искать всякие потайные места и какие-то ништяки получать. Это приятно. Загадки, загадки я не люблю, потому что не умею. Ну, в целом, разные механики в игре собраны. Должны быть интересны. Несколько концовок говорят. И это всегда приятно. Сообщается как минимум о двух концовках, основной старые. Так что нам автоматоны показали, видимо, мех так называемый. Или нет? Или это какая-то зверюшка, которая может с нами ходить? Знаю, пейзажу вполне суприятные, простые цвета. Угу. Есть собирательство различных расходников. Меню быстрого доступа на колесе. Не знаю, возможно, удобно. И вот нам еще маунты показали. Интересно, будет ли быстрая телепортация или нет? Маунты даже плавать умеют. Это приятно. Только на плавание тратилась энергия. Да, палитра просто восхитительная. Вааа, рост. Блин, круто-круто выглядит. Сказал Влад, который будет играть на минималках. Но это уже следующий вопрос. Да, освещение тоже неплохое. Снова мини-босс. Видимо, несколько вот. Помните, в начале был 47 уровня горилла? А это 10 уровня. Видно у них просто разные мутации. Да, замедление времени. Ух, как же это пафосно. Ну, говорит, очень-очень глубокая система кастомизации персонажа, что приятно. Ну, думаю, на клавиатуре будет поудобнее играться. Потому что тут все-таки стрелять нужно. Да, и вот в таком замедлении мы можем что-то, супер кунг-фу-обилку выбрать справа. Нажимая на треугольник, крестик, квадратик. Что-то там про DMC рассказывают. Есть даже летательный аппарат, и вы сейчас серьёзно? Офигеть. Четыре способа перемещения показали. Да, рассказывают то, что всё имеет разные комбинации, можно это клёво смешивать. Говорит, в каждом биоме будет своя опасность. Это приятно. Да, круто, блин, тут такой розовый туман, где яд, там зелёное. Просто тупо впечатляет. Вот здесь радиация бьёт, и здоровье нашего персонажа тратится. Ну и, видимо, противники тоже в каждых локациях своеобразные будут. Ну, говорит, можно резисты собирать, и тем дольше в, скажем так, профильной локации находиться. Сопротивление радиации больше вот в радиоактивной находиться и прочее-прочее. Также есть какие-то, скажем так, транспортные средства, которые тоже будут помогать быстрее пересекать сложные и опасные области. Блин, кастомизация пушек просто восхитительная, только посмотрите. Тупо фэллаут. Угу. То есть противник пытался бросить бочку, но мы её взорвали у него в руках, забавно. Рассказывают про фоторежим. Не, много ништяков много. Вперёд-вперёд, гаджет-верталёт, как говорится. Что это за существо вообще? Блин, сколько же, сколько же багфиксов будет после выхода игры, я прям даже представить не могу. Хм, кстати, можно взять попухи в руку. Это приятно. Плюс огневая мощь. Блин, пафосно. До невозможности пафосно. О, да. Каждый игрок должен иметь фото-мод. Это фантастично. Ну, это был очень хороший взгляд, но если вы хотите немного больше, у нас есть еще одно видео, которое показывает персонажей. Да, создание персонажей тоже есть на этом канале. Если вдруг вам будет интересно, мы посмотрим еще его. Можно блюрить. Блин, просто пушка. Не знаю, я, честно, в безумнейшем восторге. Фантастический экспириенс. Огромная благодарность Кошаку за то, что подогнал игру. Я прям теперь невероятно хочу в эту игру поиграть. Жалко, конечно, что мы в неё сможем поиграть только 25-го числа. В то время, как все остальные ребята смогут, не знаю, 20-го, у кого ранний доступ и прочее прочее. В любом случае, рад буду почитать комментарии. Всем всего хорошего, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья и здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Силхерц. С вами был Силхерц. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok